Ну что, давайте успеем на зеленый? Давайте пока оставим динамику и поговорим о других вещах. На обзоре у нас свежая модель Yamaha XSR900, дебютировала в 2016 году. Новый мотоцикл стоит сейчас от 709 тысяч рублей. В России еще очень мало этих мотоциклов на руках, так что подержанный его пока не найдете. У мотоцикла есть брат-близнец MT-09. Они имеют общую базу и отличаются в основном дизайном. Двигатели у них одинаковые, модель CP3. Это рядная тройка объемом 850 кубических сантиметров и мощностью 115 лошадиных сил. Вместе с весом XSR-ки всего 195 килограмм, она дает очень высокую дельную мощность. Для сравнения, у спортбайка R6 2017 года мощность 118 лошадиных сил, а вес 190 килограмм. Такой вес у XSR-ки достигается благодаря обширному применению алюминия в конструкции, а также из-за плотной компоновки. Он узкий и короткий, и это дает весьма необычную для дорожника посадку и управление. Чуть-чуть я прикатился, немного прибалдел от динамики, в хорошем естественном плане, но сейчас постараюсь быть таким спокойным и объективным. И расскажу немного о посадке. Она какая-то совсем тут недорожная, такая необычная. Сидишь очень высоко, я вот стою и почти не отрывается задница от сидения. Дальше, значит, ноги в принципе стоят не сзади, не спереди, так, под задницей, довольно удобно расположено, затекать не будут. Вот, спина, но она почти прямая, она почти прямая. И вот по поду ложится на бак, не уверен, что будет удобно, потому что руль очень близко. Вот я типа лег, да, на бак, и вот у меня уже руль прям передо мной. Дальше, органы управления. В принципе, довольно необычные, потому что даже вот заводится мотоцикл. Заводится, тут кнопки нету, старта двигателя. Кнопка kill switch на обычных мотоциклах, а здесь это и старт двигатель тоже. Заводится он на себя, надо ее тянуть. Все, завелся. Есть кнопка управления, это режимы. Трекшн контроль управляется ей. И, я так понимаю, другие электронные помощники. Есть вторая кнопка. Ей, я уже даже забыл, что ей управляется. Ага, ей управляется именно только трекшн контроль. Два режима есть. Первый более агрессивный. И второй послабее. И три режима, значит, ну, как сказать, не трекшн контроль, а электронных помощников. B, это самый лоховской. Я как выехал на дорогу на этом мотоцикле, проехал, не знаю, 500 метров и сразу поставил B режим, потому что мне просто страшно стало. Но, тем не менее, режим стандарт, ну, нечто среднее. И режим А. Это наиболее спортивный режим. Я сейчас поставлю B режим на всякий случай. И тогда расскажу дальше. Подвеска здоровская. Вот у меня себе 400 самого. И там подвеска такая, дубовая, как, ну, типа спортивная. Здесь она менее, чуть-чуть спортивная, более для плохих дорог сделана. И это здорово. Ну, еще, я так понимаю, ходы у вилки здесь побольше. Ну, вот ключ, то, что слева от приборки, как бы, ну, как-то не для правшей это сделано. Подвеска очень бодрая. Повторюсь. Проглатывает полицейских. Ну, ура. Что касаемо приборки. И, и красиво. Блин. Хотел погудеть, а где тут гуделка? А, смотрите-ка, гуделка-то не на своем месте немного. Она не в самом низу, а над поворотниками. Я только заметил. Ну-ка погужу. О, гудит здорово. Ну, кстати, блин, это я дальний мигаю. А куда он светит, я вообще не понимаю. Какое-то отражатель странный. И владелец, как бы, замечал, что ничего не видно от фары. И вот в плане ближнего ничего не могу сказать. Вроде пучок там есть какой-то. Фара обычная, лампа, вернее, обычная. Аж 4, 60 на 55. Но вот дальний куда светит, я вообще не понимаю. Потому что вот, раз включил, где он, непонятно. Вот, вы учитывайте только, вот у меня рост 185. Вот если две ноги поставить и сидеть на сиденье, я достаю и достаю без проблем. Но вообще без запаса. Так что, если вы ниже, например, от 180 и ниже, мне кажется, уже, то, ну, так скажу, надо посидеть будет, наверное, перед покупкой. Чтобы этот момент потом не разочаровывал. Блин, ну, тянуться приходится. Ну, левой рукой, конечно, придется приноровиться. С непривычкой тянусь. Да, и сейчас опять начал искать кнопку включения двигателем. На самом деле здорово, потому что кнопку включения двигателя получается лишняя кнопка на обычных мотоциклах, в том числе на моем. Вернее, она-то как раз не лишняя, а лишняя вот эта, кнопка убийства двигателя. Я вообще не понимаю, зачем она, но здесь они ее совместили, ямаховцы. И это клево. Идея создания этого мотоцикла появилась под вдохновением от кастом-проекта Faster Wasp, который построил американский мотоэнтузиаст Roland Sands на базе Yamaha MT-09. XSR 900 имеет несколько расцветок на выбор, но самое интересное это историческое ямаховское Speed Block, желтое с черным и серым. Мотоцикл принадлежит к относительно новой линейке мотоциклов Yamaha, Sport Heritage или Спортивное наследие. Он является неоклассиком, совмещает и современные, и олдскульные черты одновременно. Но если, к примеру, в модели SR 400 yamaha'овцы идут по пути максимального сохранения аутентичной конструкции, то с XSR 900 все наоборот. Тут конструкция максимально современна. Рама, маятник и почти все навесные детали алюминиевые. Установлены ABS, Traction Control, подвеска регулируется и спереди, и сзади. Движок, три цилиндра в ряд, тянет он прям с самых-самых низов, и тянет очень бодро, я вам скажу, смотрите, ускорение. Он дальше, по-моему, еще сильнее начал ускоряться. Уже реально страшно. Тормоза, кстати, да. Тормоза просто нереально крутые. Передний тормоз, я имею в виду. Он моментально схватывается. Очень хорошо ощущается именно усилие. Задний он не так хорош. Такой вяленький, вот чисто как на моей Сибихе. Такой вспомогательный тормоз. Кстати, тут же автобусной полосы, по-моему, нету. Тут еще в чем прикол тормоза, в том, что на нем есть ABS. Мотор просто дикий, просто дикий. Ну, кстати, моторчик, моторчик, мотор, такое, он издает вибрации. Я не могу сказать, что они большие. Но они есть. Чувствуются задницей, чувствуются ногами. Они вообще никак не будут напрягать. То есть, не настолько большие. Но просто не могу не отметить, как бы. Смотрите, четвертая передача. Сколько? Две тысячи оборотов. Сейчас газ в пол будет. В горку. Мне опять просто страшно стало. Настолько он хорошо ускоряется с любых оборотов. Ну что, немного зарядим, я думаю. Мне даже за руль приходится держаться, на самом деле. Потому что просто срывает. Блин. Мотоцикл, конечно, суперский. Но вот есть небольшой недостаток. Он как бы подергивает. Немного. Неравномерно едет на низких оборотах. Я, наверное, это, к сожалению, не будет видно на видео. Вот, началось опять. Чуть-чуть неравномерно. О, Господи-то, Боже мой. На задний не встает пока у меня. Но смотрите. Давай, с третий. Сколько-нибудь тысяч сейчас сделаем. Например. Да давайте вообще тронемся. Сзади вообще нам никого нет. Трогаемся. В самом нубовском режиме. Для полных отщепенцев и стартеров. Вилли. Вилли в самом таком режиме тут же сразу на заднее колесо подрывается. Потому что тракшн-контроль стоит. Вы понимаете, сколько тут мощности? Мощности. Удельные мощности. Вот что важно. По отношению к весу. Потому что он же легкий. Весь из алюминия. Давайте на третий. И тут-то не встанет. Интересно. Ну, пешеходный переход я уж не буду гонять на нем. А, ну да. Кстати, о коробке я всегда говорю. А сейчас о ней забыл. А забыл не просто так. А потому что мне о ней ничего плохого вообще не могу сказать. Я как сел, вообще на нее внимания не обращал. Она есть, она работает. Все четко. Супер коробка. Прям 5 баллов из 5. Ну, кстати, вот движок он такой. Он не как рядная четверка. Как некоторые, по крайней мере, рядные четверки. Как бы хочется выкрутить. Вот как даже я про свою CB400 говорю постоянно. Так и есть. А тут такого нету. Тут можно на нем ездить и в пенсионерском режиме. И совершенно не напрягаясь. Он вообще как бы не заставляет откручивать. Звука как бы такого нурева нету особо. Тянуть он тянет на любых оборотах. Так что это универсальный в плане динамики мотоцикл. В плане езды в разных стилях. Такой движок, как будто тут карбюратор. Он так немного неровно работает. Нет, все-таки для быстрого мотоцикла это здорово. То, что на нем не обязательно гонять. На нем можно спокойно ехать. Потому что у меня как бы крышу сносят сразу на быстрых мотоциклах. А здесь не сносят. А здесь нормально. Вот я сейчас еду, да, но условия совершенно не позволяют гонять. Везде переходы, везде пешеходы переходят. И надо бы ехать по правилам. И на нем нормально ехать по правилам. Я по сути повторяюсь, но это важный момент. В плане универсальности и в плане безопасности, конечно. В плане безопасности здесь вообще супер. Он и гонять на нем особо, ну, не хочется гонять. И тормоза, блин, АБС, да они без АБС отличные здесь, передние. И он маленький, как бы лавировать удобно. Если что, уйти от столкновения на нем можно здоровски. Потому что... Блин, я сейчас тоже такую подсветку хочу на колеса. Вот, уйти можно от столкновения. Потому что он легкий и маневренный, да. В плане зеркал, обычно я еще и про зеркала говорю. Но тут я никак особо сейчас не смотрел. В основном вперед смотрел. Потому что, ну, меня сейчас, по-моему, никто вообще не обогнал на маршруте. Так что, ну, они есть, они не вибрируют. Ну, да, зеркала тут есть, это здорово. Еще в плане инжектора на мотоцикле. Мотоцикл не чувствуется как бездушным, да. Как многие пишут. Типа, карбюраторы, он ли. А иначе души нету. Тут есть душа, он такой. Живой, короче говоря, мотор и мотоцикл сам. Вот что он стоит, кого пропускал. Ну что, давайте успеем на зеленый. У меня шлем так голову не вдавливало, наверное, никогда. Раз, быстренько. И как бы спокойно едем дальше. Раз, спокойно. И причем тут все соответствует такой динамике. Тормоза. Все на одной передаче делаю. Нет, динамика, конечно, ну, блин, вы сами все видели. На ногах ложиться все-таки неудобно. Вот на моей старой доброй Сибихе 400-ке и то ложиться намного удобнее. Самый настоящий стрит-файтер. В составе передачи напоминаю. Кстати, у меня вот по поводу коробки еще раз скажу. Ни разу такого не было, что я как-то не довтыкал или не та передача. Я понимаю, конечно, что мотоцикл новый, но все-таки качество коробки, ну, просто улетное. Она и как бы и не жестко включается, и при этом чувствуется, как включается. Не, у меня такие мотоциклы обозревать просто нельзя. Сейчас хорошо, что скорая за мной едет. Но на бак, блин, не-не, неудобно на бак ложиться вообще. Мне кажется, на нем можно трогаться с четвертой и потом уже сразу шестую включать после ста... Не до каких ста? После 50 км в час и спокойно ехать. Настолько тяговитый мотор снизу. Я обычно тормоза проверяю на грани блокировки, но тут я что-то сделать, что-то не хочу. Потому что, если уж он на заднее встает так бодро, то, мне кажется, он и стопе сделает на раз-два. При том, что АБС и все остальное, все-таки он довольно-таки спортивный. Даже, я имею в виду, с такими ограничителями остается довольно спортивный. Ну, кстати, в движке еще он здорово. Торможение двигателем очень сильное. В плане безопасности это клево. Ой, ой. Не, вот это первый раз за поездку, когда я вроде включил первую передачу, а она вроде не включилась. Что я уже не раз отмечал по поводу дизайна мотоциклов Yamaha, причем любых, начиная от банального йобрика, так это внимание к мелочам. Здесь то же самое. Любая мелкая деталюшка, крышечка, изгиб, расцветка, все моменты, на которые в других мотоциклах и внимания не обращаешь, тут сразу видно, что над этим внимательно поработали. Мотоцикл красив с 50 метров, красив, когда подходишь близко, красив, когда подсаживаешься в полотную и рассматриваешь детали. И на всех этих уровнях он красив по-своему. Касаемо стоимости мотоцикла, получается, что он не так уж и дорог. Давайте сравним с Honda ACB L100. Характеры у них совершенно разные, но, извините, данный класс мотоциклов не очень богат на выбор, и это самый ближайший конкурент. И Honda стоит без скидок уже около 800 тысяч против 710 у XSR. Мотоцикл из-за своей высокой посадки, общей компактности и низкого веса лучше всего подходит для городской езды. В серьезных дальнобоях на нем будет неудобно. Место для пассажира неудобное, посадка слишком высокая, груз крепить неудобно, управление чересчур резкое, бак маленький, 14 литров. Так что давайте в этом обзоре уделим основное внимание городской езде и поглядим на мою поездку в этих условиях. Между рядов одно удовольствие ехать, потому что это, по сути, обычный дорожник. Он, то бишь, маленький, компактный, узкий, и при этом высоко сидишь. Вот у меня взгляд на уровне крыши вот этого Land Rover, реально. То есть чуть-чуть провстаю и я, смотрите, насколько высоко получается все вижу. При этом руль весьма резкий, позволяет активно маневрировать. А вместе с этим ускорением это просто одно удовольствие. Между рядов едешь, как будто эндуро у тебя такое ощущение. Он легкий еще, кстати говоря. Вот, опять же, сравнивая с Сибихой, с моей, Сиби-400, он весит столько же, хотя объем в два раза больше получается. Ну, он, и вот, кстати, еще вот, почему он такой легкий, он весь алюминиевый. Тут очень много деталей из алюминия сделанных. Но он и сам такой не очень массивный, как бы маленький. Вот видите, человек меня до последнего не слышал, руку не убирал. Поэтому прямоток на такие мотоциклы нужен. Кстати, смотрите, у меня ручки, грипсы, они получаются на уровне вот зеркал таких кроссоверов уже высоко, как стоят. на уровне этого, как у вас, как он, Peugeot Partner, Ducati, тьфуцей, Ducati, 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 блин. И, кстати, по поводу угла поворота руля есть разочарование, которое я отметил сразу же. Он очень маленький, я его покажу на парковочке. А, да-да-да, угол поворота руля обещал показать. Сейчас вот уперся опять, ну, вы видите, вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Почему такой маленький? Что ограничивает? Видимо, из-за короткой базы, что ли, такой угол пришлось сделать. Но его будет не хватать для... в постоянной езде по городу. Да нет, ну, в пробках на таком мотоцикле вы будете королем просто. Я сейчас еле еду, ну, понятно, почему мотоцикл не мой. На самом деле на нем можно заряжать. Мне кажется, даже удобнее, чем на спортбайках будет. Потому что по размерам он как бы по ширине не сильно больше, если вообще больше. Ну, да, чуть побольше, но зато во всем остальном. Вот передо мной человек едет, вроде спортбайк у него. Он ниже меня сидит намного, и это видно по голове. Я же, повторюсь, сижу очень высоко, вижу очень далеко. Но при этом руль кастер опять же очень резко настроен. Угол, то есть наклона вилки. За счет этого руль посмотрите, можно сделать. Не знаю, насколько это с другой стороны будет удобно в длительных поездках по трассе, когда надо по прямой линии заряжать. Типа, особенно если в Америке, на таком мотоцикле поехать, вот там, может, это будет проблемой, потому что, ну, хотя не знаю, я не знаю, может, стабильности нормально будет, а может быть, и не очень. Но зато в городе вот самое то, как развлечает этот мотоцикл, насколько я понимаю, создан. В городе это здорово. Ну, еще от бодрого заряжания пробках немного, конечно, останавливает цена. Такой мотоцикл на последние деньги покупать нельзя. Все-таки, сколько он там, 700 что ли, то есть, что это? Не для нищебродов, как бы, вариант. И на последние деньги тоже покупать, ну, не знаю. Он здоровский. Он здоровский. Очень бодрый движок у него и такой необычный. Очень круто тянет с низов. Но чисто для, как транспорта, каждодневный, да, и по пробкам, и там, по дождю, по говну. Ну, наверное, не очень такой мотоцикл подойдет все-таки больше как для развлечения, как мотоцикл выходного дня. Блин, в принципе, пролезть-то я пролезу здесь. Но я боюсь. Единственное, что для города будет не хватать, и владелец об этом тоже упомянул, так это багажника. Во-первых, тут его, ну, стройного, который, его нету просто. А во-вторых, ну, на такой мотоцикл, вы просто внешне на него посмотрите, по поводу кофра, да, ну, какой тут кофр можно поставить? Это будет выглядеть супер ущербно. Поэтому придется в портфель ввозить, опять же, что ограничат для городской эксплуатации, вернее, каждодневной городской эксплуатации такой, утилитарной. Блин, вот он меня не слышит. Понимаете, мотоцикл такой, настолько дикий и настолько, ну, клевый, да, бодрый, а меня не слышит. Сюда прямоток нужен обязательно. Ко мне просто фокус сейчас приблизился и такой, типа, что ты не едешь? Поэтому я решил показать ему. Он может думать на мопеде, едет чувак, потому что, ну, маленький такой, в общем-то, мотоцикл. И звука нету вообще. Не, ну, он даже вот сейчас, вот я еду, и он чуть-чуть как бы подергивается. Вот в городе здорово то, что вот можно делать такие короткие ускорения. Не надо для этого, что важно, там набирать определенные обороты, и типа, только тогда он поедет, вот как на, ну, на некоторых рядных четверках от спортдайков. здесь такого нету. С любых оборотов раз, бам, быстро, такое молниеносное ускорение, и дальше опять по правилам едешь, вот, тошнишь. потом, там появляется какой-нибудь момент, ты тут бам, сразу, потому что тебя ничего не ограничивает. Динамика позволяет, маневренность и все остальное тоже позволяет. Еще недостаток такого стиля, как бы стиль суперский, он на любителя, но по поводу стиля ничего не могу сказать, он здоровский. но недостаток еще не очень практичный. В том плане, что, например, дуги, вот, у владельца даже есть проблема, дуги сложно подобрать хорошо, потому что можно подобрать дуги, которые не будут защищать, но зато не сильно испортят внешний вид. как здесь стоят, вот владелец на Джим Хану поехал, змейку, вроде, по-моему, змейку рассказывал, делает и упал, короче говоря, блин, и крышку двигателя испортил. Она, конечно, рабочая полностью осталась, но внешний вид испорчен полностью. Ну, не полностью, конечно, но ее особо не покрасишь, потому что она алюминиевая. Вот, а если дуги ставить, которые, типа, защищают хорошие, то они испортят внешний вид. Вот, о чем я говорю, не слышат. Я сейчас поехал, потому что привык на Сибихе, думал, ну, сейчас подъеду вплотную, точно услышат между машинами, когда там ну, эхо еще возникает, а тут не слышат, и видите, как мне приходится дергаться. по совокупности своего обзора, я могу сделать вывод, что мотоцикл в первую очередь является, очевидно, очень добротным стритфайтером. Для быстрой городской езды у него есть все, и удовольствие от такой езды море. Но это не все, на что он способен. Перед нами не бестолковый стритфайтер, на котором можно только гонять. Этот аппарат хорош и для спокойной, безопасной городской езды из пункта А в пункт Б. Его вполне можно рассматривать для утилитарной езды по будням и для отжигов и фана по выходным. Конечно, подойдет такой аппарат не всем, ведь по сравнению с обычными дорожными конкурентами он очень своеобразен и выделяется. Но тем-то он и хорош.